Приветствую вас! Для начала, давайте попробуем с вами проанализировать то, что произошло. Значит, ваш коллега подмигнул и спросил, как дела. То есть, что это означает, да, в первую очередь? Подмигивание – это желание установить контакт с человеком. То есть, подмигнул, значит, попытался установить контакт с тем, кто дорог, с тем, кто важен, с тем, кто симпатичен. То есть, это вот именно повредность привлечь внимание того, кто нравится, того, кто симпатичен. А? Это первое. Далее. Спросить, как дела. Спросить, как дела, обычно сподвигает желание того, чтобы с человеком вступить в контакт уже не только невербальный, да, не только психологический. Который психологический контакт, он начался уже, когда только вам подмигнул коллега. А именно, вот, вербальный контакт, желание завести разговор, значит, как правило, это просто предлог. Как правило, это просто предлог. Это просто предлог для того, чтобы, значит, как-то вот сблизиться с человеком, сблизиться с тем, кто интересен, с тем, кто симпатичен, симпатичен, ну, для того, чтобы иметь возможность ему сказать, там, какие-то определенные вещи. Ну, например, 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 вот, допустим, ту же вещь, касательно того, что он вам сказал. Да, но об этом я чуть позже, об этом чуть позже. Пока вот так. То есть, здесь, я надеюсь, нам с вами понятно становится, что мужчина преследовал цель с вами сблизиться. Сблизиться настолько, чтобы сказать вам о том, что он сказал. И именно смысл его слов говорит о том, что человек, скорее всего, испытывает к вам довольно серьезную симпатию. То есть, вы ему нравитесь, вы вызываете у него приятное ощущение, вы вызываете у него влечение. То есть, это вот ключевой момент того, что он вам сказал. Вы вызываете у него влечение. Вы его привлекаете. Конечно, нельзя с полной уверенностью сказать, как именно вы его привлекаете. Но, исходя из того, что вы написали, я могу сделать вывод, что привлекаете вы его с большей долей вероятности именно сексуально. Запах это именно проявление сексуальности человека. То есть, вы привлекаете его сексуально. И это означает только то, что человек хочет с вами сблизиться. Человек хочет с вами сблизиться для того, чтобы вполне вероятно вступить с вами же в интимные отношения. И не нужно воспринимать это обязательно сразу как-то плохо, не нужно сразу думать, что это что-то очень плохое и так далее. Это, по большому счету, нормально, что он хочет с вами сблизиться, нормально, что он хочет с вас с вами, например, интимных отношений. Потому что, ну, здоровые люди, как бы, в этом нет ничего дурного. Ну, то есть, ну, то есть не дуропитесь, пожалуйста, именно его как-то вот осуждать, да, не дуропитесь его как-то сразу записывать, там, например, в какие-то, скажем, маньяки, там, или что-то типа того. Но этого делать все, на мой взгляд, не нужно, как раз таки, потому что ничего хорошему это не приведет. Ну, хочет мужчина вас, значит, вы привлекательный, значит, вы сексуальный, значит, вы интересный. И, на мой взгляд, это здорово-здорово, что у него к вам такая реакция. Теперь, соответственно, либо вы захотите с ним сблизиться, то есть, либо вы захотите ему, например, ответить, да, и захотите с ним сблизиться, например, либо нет, либо нет, но это уже, я полагаю, исключительно ваше решение. Хотел бы только напомнить вам о том, что доводить романы на рабочие, ну, довольно-таки чревато и опасно тем, что потом эти романы могут приводиться к определенным проблемам, опять же, на той же работе. То есть, вы вот помните об этом и старайтесь не забывать, потому что это, ну, объективно, это очень важно. Я, безусловно, не призываю вас завершать с ним отношения, может быть, он вам тоже симпатичен. Если так, то на здоровье в этом нет ничего плохого или предрассудительного, просто помните о том, что вот могут быть последствия у служебного романа. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok